Компания Accentise представила новые плагины. Я бы не обратил на них внимание, если бы не их плагин The Room, который я купил и использую, который просто безумно помогает практически в каждой записи, которой необходимо сделать сведение, но которое было записано некорректно. И вот они выпустили новый плагин, который обещает воскресить диалоги. Нужно сразу сделать заметку. Все эти плагины, которые представляет компания Accentise, они с искусственным интеллектом. Это сейчас модно. Не знаю, что это значит в мире плагинов. Я не знаю, чтобы они обращались в какую-то базу и свои знания аккумулировали. Ну, в общем, технология говорит, что это искусственный интеллект. Будем думать, что это действительно так. Это не является рекламой, они ничего мне не платят. Ну, и ZF. Значит, они обещают восстановить с помощью одного плагина. Здесь буквально одна ручка. Все как любят владельцы FL Studio. Одна ручка и магический звук. Вот с помощью одной ручки здесь можно убрать шум помещения, какие-то трески, щелчки и так далее. В общем, они предлагают реставрировать запись. При этом здесь можно разбить на три и более полос. И каждую полосу в отдельном соотношении отредактировать. Я предлагаю вам сейчас просто... Я сделаю небольшое накопление голоса. И мы его попробуем реставрировать. Ясно, что здесь тест будет некорректный, поскольку голос у меня с этим микрофоном вряд ли будет иметь какой-то треск и щелчки. Хотя и такое бывает. Поэтому... Ну, здесь примеры, ничего такого. Поэтому я сделаю просто запись и посмотрим хотя бы на практике того, насколько он может восстанавливать и делать ближе диктора, если здесь речь о диалогах. И в целом, насколько это применимо, по крайней мере, при редактировании голосов на тот же YouTube. Поскольку сейчас очень много кто производит контент и стоит такая задача восстановить качество голоса, если это записано в каких-то полевых условиях. Так, все выключаем здесь в программе. Я предлагаю такой вариант. Попробую включить здесь запись, поскольку идет запись отдельно в OBS Studio. Посмотрим, потянет ли звуковая карта. То, что будет два источника записываться одновременно. И я прочитаю здесь фразу, просто какую-то фразу из интернета, приглушив микрофон рукой. И затем будем ее восстанавливать, пытаться, по крайней мере, с помощью одной, двух, пяти ручек и полос, на которые мы можем влиять. Так, ставим запись. Отпускаем и обретаем свободу. А свобода единственное условие счастья. Если в своем сердце мы продолжим цепляться за что-то гнев, беспокойство или имущество, мы не будем свободны. Так, мы получили вот такую запись. Она у нас полностью здесь в моно. Можно вот так вот увеличить сигнал. Здесь немножко обрезать ненужные хвосты. Также здесь присутствует шум, и у меня стоит внешний диск, который также содержит файлы. Что нужно сделать в первую очередь? Это поставить что-то типа имейджера. Центрировать на нем полностью звук. Смотрим, то ли стоит звуковая карта, чтобы это все захватываться. Проверяем, есть ли воспроизведение внутри программы. Отпускаем и обретаем свободу. А свобода единственное условие счастья. Если в своем сердце мы продолжим цепляться за что-то гнев... Ясно, в общем. Звук есть. Ставим этот волшебный плагин в одну ручку. Здесь есть вариант входа-выхода. Можно также редактировать. Есть два варианта алгоритмов. Понятия не имею, что они значат. Выберем студийный. Также у нас есть пресеты. Ну, восстановление телефона тоже хорошо. Полное восстановление. Давайте просто вручную попробуем что-то настроить. Ставим просто... Я зациклю вот это все безобразие. И мы сейчас вместе с вами будем... Так, зациклено здесь? Не зациклено. Вот, и мы вместе с вами будем просто подкручивать в процентном соотношении и смотреть, насколько качество звука становится лучше. Это основная его задача. Затем попробуем что-то усложнить. Я думаю, так, чтобы все пополосно, по полосам как-то разбить. И послушать... В общем, давайте испробуем все возможности этого плагина. Я немножко не учу. Нужно понимать, перед тем, как это все редактировать, сколько все это стоит. Значит, если брать базовую версию... А у меня, по-моему, стоит про-версия, демо-версия. А это 300 евро. Это достаточно дорого для такого плагина. Даже базовая версия, я считаю, что если здесь буквально 5 полос, то это достаточно дорого. Поэтому давайте посмотрим и послушаем, стоит ли это своих денег. Пожалуй, это основная к нему претензия. Я включаю просто запись. Она зациклена. Пробуем подмешать до 100% и определить, лучше эта запись становится или хуже. У меня нет возможности это все более детально, скажем так, реставрировать. Все на основе искусственного интеллекта, пожалуй. Давайте приступим. Отпускаем и обретаем свободу. А свобода... Кстати, вот смотрите, я ничего не нажимал. Я просто нажал клавишу play. Это не монтаж. Это фокусы. Я просто нажал play. Оно мне предложило, в каком соотношении это все можно редактировать. Оно просто автоматически разбило. Мне на 50%. Вот так вот. Я же испугался. Думал, что не то произошло. Оно предложило на 50% сразу трехполосный вариант. То есть оно, видимо, предварительно как-то оценило запись. То есть оно почувствовало, что вот так вот можно разбить и корректировать. Я подозреваю, что вот здесь, в серединке, есть какое-то помещение, которое показалось, ну, достаточно проблематичным. Мы продолжаем корректировать под полностью. Полностью. Мне нужно 100% соотношение. Отпускаем и обретаем свободу. А свобода единственное условие счастья. Если в своем сердце мы продолжим цепляться за что-то гнев, беспокойство или имущество. Отпускаем и обретаем свободу. А свобода единственное условие счастья. Если в своем сердце мы продолжим цепляться за что-то гнев, беспокойство или имущество. Мы не будем свободны. Смотрите, да, если даже брать 100%, я думаю, что вы слышите, я записываюсь, ну, поскольку у меня нет возможности во время работы это все делать, я записываюсь в домашних условиях максимально быстро в позднее время, потому что вот, вот, все. Времени нет. Если здесь, вот, если стоит задача записать переозвучку фильма или что-то такое, это звучит прямо хорошо, вот, вот, неплохо, ну, прям не идеально, но хорошо. Можно поставить на 100%, затем откорректировать, это уже будет хорошо. Помещение глушится идеально. Ясно, что из-за того, что подавляются какие-то, ну, как так объяснить? Для меня, вот, в моем понимании, подавление помещения, это что происходит? На каждую частотную полосу, вот, вот, на каждую герцовочку, например, 20 тысяч килогерц, вот, на каждую гейт, и он съедает остатки комнаты. Вот, вот, в моем понимании это так. И поскольку происходит такой сложный процесс, это все работает в комплексе и получается таким образом, что собирается на каждой частотной области какие-то свои хвосты. Это я так понимаю, я понимаю, что я не производитель плагинов, и, скорее всего, это происходит как-то иначе. Вот здесь оно звучит неплохо, и я к чему веду? Поскольку здесь на 100% выкручены какие-то, ну, параметры, это, блин, тут одна ручка, что здесь выкручивать? Поскольку здесь одной ручкой выкручено все, то съедаются какие-то высокие частоты. Это логично, они всегда съедаются, даже при подавлении помещения они съедаются, поскольку там больше всего выражены какие-то звуки, как и в середине, как и в низах, шумящие. Ну, в общем, здесь съедаются и делаются такие ближе к слушателю за счет этого. Вот стояла задача, делает оно ближе к слушателю? Да, оно делает. Голос становится средним, выражены грудные частоты, из-за этого он кажется лучше. Давайте приступим к тому, что я не буду обращать внимания, а вот видите, окно вот так вот срабатывает максимум. Я не буду обращать внимания на подсказки программы, что здесь вот можно разбить на три полосы. Я предлагаю поступить таким образом, минимизировать все настройки, добавить вот сколько я могу добавить. А, собственно, все, четыре полосы я могу добавить, ее отредактировать либо удалить. Давайте четыре полосы, и сейчас каждую из полос будем редактировать и настроим, ну, такой приемлемый звук. Здесь я в быстрых, в быстром режиме пытаюсь протестировать какой-то продукт. Предлагаю разбить это таким образом. Мы здесь поставим, ну, где-то, давайте, семь тысяч. Здесь, наоборот, не так. Поставим сразу вот так вот грудные. Давайте, давайте просто я буду слушать и выбирать частотную область. Отпускаем и обретаем свободу. А что за... Отпуск... А что он каждый раз мне предлагает какие-то свои варианты? Я хочу вот такой, блин, искусственный интеллект сам в себе на уме. Как так говорится. Отпускаем... 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 Не, ну, вы посмотрите, я вот... Отпускаем... Что происходит? Так. Отпускаем и обретаем свободу. А свобода единственное условие... Вот так вот приблизительно. То есть вот здесь что происходит? Здесь свистящие проскакивают. Здесь такая большая комната. Здесь грудные, которые тоже грязные. И здесь есть вот такая просадка. Слушаем только все, что выше, где-то 4,7. Отпускаем и обретаем свободу. А свобода единственное условие счастья. Если в своем сердце мы продолжим цепляться за... Отпускаем и обретаем свободу. А свобода единственное условие счастья. Если в своем сердце мы продолжим цепляться за... Что-то гнев... Отпускаем и обретаем свободу. А свобода... Отпускаем и обретаем свободу. А свобода единственное условие счастья. Если в своем сердце мы продолжим цепляться за... Что-то гнев, беспокойство или имущество... Что-то гнев, беспокойство или имущество... Мы не будем свободны. Так, смотрите, возвращаю микрофон назад. Не сочтите мой голос проблемным. Я его чистил при монтаже. Поэтому все доступные инструменты, кроме этого, были использованы. Но этот не является каким-то must-have. То есть он, ну, интересный пока. Пока он просто интересный. Смотрите, подобрав для каждой полосы, которую мы определили просто на слух. Для каждой полосы соотношения. Вот здесь, если на высоких частотах выше 4,7 поднимать на более 40%, там съедаются какие-то сибиллианты. В общем, вся четкость и резкость съедается. Я предпочту больше, чтобы там какой-то хвост помещения остался. Как я и предполагал, здесь вот середина, это такой наиболее проблемный диапазон. Вот в нижней середине здесь больше всего артефактов. К счастью, он просто справляется прекрасно. Если вы поставите все это на 0 дБ, то есть вот здесь основную ручку, поставите вот в таком соотношении, и затем хотите, например, чтобы здесь было 90%, просто приподнимайте, либо опускайте. Но есть проблема, если, например, то есть, ну, мы уже послушали, да, результат. Давайте еще раз зафиксируем. Я сейчас сделаю воспроизведение, и вы просто послушайте. Отпускаем и обретаем свободу, а свобода — единственное условие счастья. Если в своем сердце мы продолжим цепляться за... Вот смотрите сразу, да, видите, в чем проблема? Здесь, когда я поставил соотношение и выкрутил ручку на 100%, что произошло? Произошло просто сглаживание вот в таком соотношении, затем отпускаю только на низ. Это все возвращается в обратный режим. То же касается, если поставить там на 50%, выставить балансы и также минимизировать, то есть оно сглаживается. Такой умный режим. Вот, мне, откровенно говоря, не очень нравится, как это звучит. Первое впечатление было достаточно приятным. Ну, давайте просто факта ради я сделаю какое-то оценочное обсуждение. Отпускаем и обретаем... Вот, 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 посмотрите, что происходит. Я, блин, без монтажа делаю. Этот плагин ведет себя... он живет своей жизнью. Я нажимаю play, ничего не касаясь. Он раз, 86,4%. На основе чего, почему, зачем? Я ничего не автоматизировал. Посмотрите, вот здесь ничего нет. Никакой автоматизации. Ну, вот, видите, здесь нет эффекта. Никакого эффекта. Может, надо его как-то закрепить? Например, поставить вот так вот две точки. Он тогда не будет себя вести безобразно. Отпускаем и обретаем свободу. А свобода... А если я сейчас это все удалю, он будет себя вести как обычно? Отпускаем. Отпускаем и обретаем... Отпускаем. Отпускаем и обретаем... Отпускаем. Не всегда происходит так, что я вот что-то не трогаю, и оно происходит. При записи этого видео почему-то я ничего не делаю. Нажимаю play, он скачет. И есть предположение того, что на основе того... Это плохо сказано. Мы воспроизводим какой-то участок. Плагин это внутри себя, на основе искусственного интеллекта. Как-то анализирует. И затем мы типа настраиваем. Затем делаем воспроизведение. Оно типа говорит, вот тебе готовый результат. Но это работает крайне некорректно. Мне непонятно почему. Если вот я поставил вот эти балансы. А оно мне раз там 84%. Почему? Почему если я уже сделал какие-то настройки? Возможно... Ну не знаю. Может это какие-то недоработки. Может очень-очень сырой релиз. Может они что-то не закончили. Здесь вот я смотрю на второй экран. Здесь у меня подсказки на официальном сайте. То есть я могу посмотреть, что они там понаписывали. Нет ничего того, что... Ну типа... Типа люди. Он живет своей жизнью. Не обращайте внимания. Каждый раз воспроизводя, будет другой результат. Этого здесь не происходит. Ну и в целом более никакой информации об этом нет. Это жутко бесит. Когда ты просто настраиваешь, он как-то себя по-другому ведет. Какие можно подвести итоги? Итоги очень простые. Плагин сам по себе хороший. Можно все настроить. Можно все отредактировать. Можно какие-то частотные области задавить. А здесь сделать, например, Mute. То есть чтобы это все не влияло. Его сделать таким образом. Отпускаем и обретаем свободу. Ну, здесь оно воспроизводится. Ладно. Пример некорректный. Я думал, что это все как у нормальных плагинов. Здесь просто деактивировал и только влияешь на эту частотную область. Но оказывается это не так. Вот. Плагин еще сыроват. Он явно, вот здесь Pro-версия, он явно не стоит 300 евро. Он не стоит. С такой кучей багов, которые они выкатили, с тем звуком, который сейчас есть, надо фиксить. Надо делать обновления. Надо какие-то еще штуки добавить. Вот на 300 евро этого... Это недостаточно. Ну, нет гибкости. Нет формирования цены. Я не понимаю, за что здесь платить. Разбить на частотной области и затем просто что-то подавить. Так это есть в DRUM. Это можно сделать с помощью вот того классного плагина от этой же компании. Accentise. То есть я могу тот плагин поставить, также сделать подавление и также получить хороший результат. Зачем мне платить больше за этот продукт? Я понимаю, что там за разработкой стоит какая-то технология. Но почему он настолько сырой? Этого недостаточно на 300 евро. На евро. Евро. Это 50 евро. Это максимум. И то, чтобы здесь париться с автоматизацией. Но я не считаю, что это плагин, продукт, релиз. Как бы интеллектуальная собственность. Это вот ты сделал настройки, а остальное все за тебя сделалось. Здесь нужно еще в миксе вот это все. А если кто-то не разбирается, ну в общем это такая сырая история. На 300 евро это не стоит ни в коем случае. Это мое оценочное осуждение. Вот. Поэтому думаю, что на этом можно закончить. Я думаю, что вы на протяжении этого видео успели нажать красную клавишу. Подписаться. И на Patreon и Boosty тоже. И будем с вами на связи.